Владимир Наливайко из Минска и линейные судьи также представляют. Вот опасный момент сейчас, вылезает на пятачок и бросает. Применяет силовой прием против соперника, к чему это все приводит. А это приводит первой шайбе в этом матче. Никитенко вот подхватывает шайбу Торнберг. Нет, все-таки Мартин Торнберг. Правда, успевает первым к этой шайбе Дмитрий Клопов. Торнберг, возвращаясь к перестановкам, играет вместо Крикунова. Сегодня нет его в составе. Еще один опасный момент. В самом конце схлопотал удаление. И вот, посмотрите, забрасывают шайбу спартаковцы. Из ничего практически сегодня присутствует на этой игре Олег Губин. Бросил и пошел на добивание. А ну, сделал он пас на Ружечку и тот уж не сплоховал. Ну, конечно, Губин здорово здесь сыграл. С Александром Евсеенковым выходит на лед. И бросок после входа в зону. Шайба в воротах. Ах, вот это да! Роберт Нильсон отличается у торпеда. Который недавно совсем пополнил состав этой команды. Мощнейшим щелчком от синей линии. Застает врасплох. Воротаря пробивает Ивана Косутина. И счет становится 2-1. И третья шайба Нильсона может играть. Может показывать результат. Не удается сейчас Нильсону оформить дубль. Сдвинуты ворота. Еще не закончился малый штраф за неправильную атаку соперника. Очередное обрасывание выигрывают нижегородцы. Кстати, у них преимущество было и в первом периоде. 10 против семьи. Здорово все было сделано. И точный бросок в притирочку со штангой наносит Юси Хитонен. Третий гол. Не так много, в принципе. Но, как мы видим, если уж бросает, то попадает в яблочко практически. Ну, скажем, в январе месяце. Но также бросает команду из крайности в крайность. Ох, какой момент. Здорово. Не получается. Не получается. У красно-белых. Ну, вот момент. Второй. Забросил ответную шайбу. Счет стал таким образом. 1-1. Опаснейший момент. Выход 1-1. Из семь малых штрафов, насколько вы помните. Ну, напомню, на всякий случай. Шайба в воротах. По такой игре отыграть три шайбы, ну, крайне сложно будет. Михаил Варнаков с передачи у маленьких в этом сезоне за торпеда. Вот так вот за кадром осталось это взятие ворот. Показывали нам повтор предыдущего момента, когда Михаил Варнаков вылезал на ворота из-за лицевой линии. Ну, что, Руслан Зайнулин принимает поздравления или же... Давайте смотреть. Горбунов выигрывает вбрасывание. Ха-ха-ха. От конька своего же игрока. И Зайнулин там даже до шайбы не дотронулся. Заслуга Владимира Горбунова в этой шайбе. Выиграл вбрасывание, развернулся, бросил.